Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Социальная направленность сохраняется. Депутаты Самарской городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной рассмотрели проект бюджета на 2023 год. Сюрпризы погоды. В Самаре прошел ледяной дождь. Как в городе устраняли последствия стихии? Джазовые стандарты в оригинальной аранжировке и нестареющие хиты. В дирижабле состоялся совместный концерт студентов и преподавателей Самарского института культуры и наставников музыкальной академии Ларисы Долиной. Бюджет города планируется бездефицитным. В Самаре на заседании городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной в первом чтении приняли проект городской казны на следующий год и на плановый период 2024-2025 годов. Теперь в администрации внесут в проект корректировки, которые предложили депутаты. Подробнее в следующем сюжете. Почти 18,5 миллиардов рублей на таком уровне планируются собственные доходы бюджета Самары в 2023 году без учета безвозмездных поступлений. Это будет превышать плановое значение 2022 года на 6%. Основными источниками остаются налоги и доходы от использования муниципального имущества. Бюджет планируется бездефицитным. Он сохранит свою социальную направленность. Основная доля расходов придется на отрасли образования, культуры, спорта, социальной политики, на транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Приоритетами для нас, как и раньше, остаются, конечно, прежде всего, интересы горожан. Это реализация национальных проектов, это переселение наших жителей из аварийного жилого фонда, это предоставление квартиры детям-сиротам, это обеспечение работы общественного транспорта, содержание городской инфраструктуры. Представленный проект бюджета депутатами Самарской городской думы принят в первом чтении и отправлен на доработку. Теперь в администрации города внесут поступившие предложения от депутатов и информацию о дополнительной потребности в средствах и подготовят проект ко второму чтению. Сегодня вот такая работа, первая этапа завершена. Это дает нам возможность в течение не более 20 дней пересмотреть совместно с профильными департаментами, в первую очередь, наши предложения, которые сформированы, и мы хотели бы их увидеть при принятии бюджета в окончательном чтении. Эти предложения носят острый социальный характер. На заседании приняли и перераспределение средств бюджета на 2022 год на сумму более 17 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на устранение предписаний надзорных органов по учреждениям образования, на безопасность детей в дошкольных учреждениях и обеспечение питания льготных категорий учащихся. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этой неделе в Самаре шел самый настоящий ледяной дождь. Службы благоустройства города на борьбу с непогодой вышли в ночь со вторника на среду. А затем работы по устранению последствий стихии продолжались в усиленном режиме. Рабочие бригады проводили обработку и уборку всех городских территорий. Рассыпали реагенты на уличнодорожной сети и пешеходных зонах, внутриквартальных и внутридворовых проездах. В оперативном режиме трудились управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Затем, как город приводили в порядок, следили и наши корреспонденты. Мария Лихачева сегодня вышла в рейс уже в 5 часов утра. Говорит, в водительском кресле чувствует себя комфортно. Без машины, которой она управляет, более трех тонн. Однако работать на ней вовсе не сложно. Тут все, как в привычном салоне автомобиля. Руль, педали и даже климат-контроль. Однако без практики не обойтись. Легко, потому что спецобучение, потому что опыт, практика, кайф. Очень хочется как можно быстрее проехать, как можно все быстрее посыпать. Но сутки не резиновые, к сожалению. В Самаре непогода башевала всю ночь и весь сегодняшний день. Предупреждения от синоптиков власти получили заблаговременно. Поэтому городские службы заранее перешли в режим повышенной готовности. Превентивная обработка тротуаров и дорожно-уличной сети началась в 22.00 по всему городу. Основные задачи, естественно, это обработка спусков, подъемов, посадочных площадок, тротуаров, песком, бионордом, так, чтобы люди могли спокойно ходить и не падать. Рабочие бригады производят обработку во всех районах города. Так компания-подрядчик, обслуживающая Самарский район, подчеркивает, все обращения жителей без ответа не остаются. Жалобы от жителей принимаем, все жалобы отрабатываем своевременно. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Мы выезжаем, смотрим, тоже контролируем, находимся на участке непрерывно на территории. Повышенное внимание уделяется также подходам и подъездам к школам, детским садам, медицинским и другим социальным учреждениям. Где школа, мы вот и так же на Пятигорске, на Новорийске просыпаем. Там дети идут, школу, да, сейчас они спокойно проходят, никто не упадет. Прохожие замечают, город активно обрабатывают от наледи, однако и сами стараются позаботиться о своей безопасности. Кто-то даже наклеивает медицинский пластырь на подошву ботинок, способ старый, но рабочий. Мы надеялись, что мы приедем, и здесь будет погода лучше, но не получилось. В данный момент стою, и видно, что посыпали, обрабатывали. У нас в Москве проводят те же самые работы. Сегодня в дневную смену вышли 3386 дворников и уборщиков территорий. В эту категорию попадают и бригады, которые трудятся в скверх и парках Самары, а также на территории набережной реки Волга. При уборке города задействовано 215 единиц техники. Из них 42 принадлежат управляющим компаниям. И первая уборка в 6 утра, в 7 фотофиксаций выполненных работ. Поэтому я думаю, что качество работы зависит от того, что если есть постоянный дворник на каждом объекте. Мы стараемся это выполнять. Также на помощь городским службам пришли главы и сотрудники районных администраций. Еще дополнительно мы вывели 30 человек из администрации, в том числе я сама. И мы обходим, объезжаем район. И там, где видим ситуацию сложную, там мы сами еще подключаемся. И невзирая на твое, мое, наше, все посыпаем. Помимо районной администрации за качеством проведенных работ следит и муниципальное предприятие городского округа Самара ГАТИ по благоустройству. По словам сотрудников профильного ведомства, инспекторы уделяют повышенное внимание и качество уборки внутридворовых территорий. В случае ненадлежащего выполнения работ будут составлены соответствующие акты и протоколы и недобросовестную управляющую компанию оштрафуют. Проверяют сейчас все районы, состояние и работы на уличной дорожной сети. Но самый базовый их вопрос – это выход дворников и состояние дворовых территорий, работа на них. В экстремальных погодных условиях гражданам рекомендуют быть предельно осторожными, а водителям – внимательными на дорогах. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Василий Калдашов, Николай Сидоров. События. Самара начала готовиться к Новому году. Город украшают праздничные иллюминации. На склоне у площади Славы монтируют самую масштабную инсталляцию. Световой каскадный фонтан планируют полностью собрать в начале декабря. Подобные световые объекты появятся в каждом районе города. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Ряд саморских фонтанов преобразятся к новогодним праздникам. Сейчас их закрывают деревянным каркасом и полиэтиленом. Рабочий крепит конструкции постаментов так, чтобы не повредить поверхность обычного фонтана и установить фонтан светодиодный. Например, такой монтаж идет в сквере «30 лет победы». За счет света растяжек, распорка, она не двигается. Работают специалисты и на склоне у площади Славы. Монтируют железные конструкции для самого масштабного светодинамического фонтана. Общим весом в 16 тонн. После того, как эти работы завершатся, начнут крепление 66 светодиодных сине-белых лент. Дополняют композицию семь вертикальных элементов северного сияния и полсотни шаров. Их разместят на разных уровнях световой инсталляции. По обе стороны от центральной лестницы склона. Как вода будет течь, она синий по бокам подсвечивается. То есть будет приливами, как вода будет течь. Там стоит контроллер у него, управление. И то есть вот она по контроллеру передается, туда импульс, и по импульсу уже все это работает. Самые трудоемкие работы на склоню площади Славы планируют завершить в начале декабря. Все фонтаны будут подключать к электричеству поочередно, по мере готовности после завершения монтажа и тестового включения. Контролирует работу новогодней иллюминации на улицах и площадях дежурная бригада Самара-Горсвета. Элементы, вышедшие из строя, меняют на новые за 24 часа. Эта информация получается, как звонков от жителей, работают аварийные бригады, производится объезд, ну и соответственно еще и мониторят отдельно через оборудование. Светодиодные фонтаны заработают у ДК «Нефтяников», в сквере «Речников», на перекрестке улиц «Гагарина» и «Победы» и на других территориях. Всего в 12 городских локациях. Каждую композицию монтируют отдельные бригады специалистов. Без новогодней иллюминации не останется ни один район города. Самарцы такому украшению любимого мегаполиса рады. Порадовать людей надо, ребятишек. Конечно, хочется радости маленько. У нас на революционную украшают. Хорошо. Едешь и радуешься. Вот как красиво. Иллюминационный декор будет повышать настроение жителей-гостей столицы региона всю зиму. Специалисты просят относиться к украшениям бережно, не забираться на постаменты и не портить конструкции, чтобы они прослужили как можно дольше. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В Самаре в зонах метростроя идет разработка стартовых котлованов. На Галактионовской работы должны завершить к середине декабря. После чего начнется монтаж тоннели проходческого механизированного комплекса. Щит пойдет в направлении полевой Новосадовый, где будет стыковка тоннелей. Специалисты отмечают, что работы в историческом центре города идут с опережением графика. Глубина котлована должна составить 21 метр. Выкопано уже более половины. Рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована. Станционный комплекс будет залегать на переменной глубине. Если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейска около 16 метров. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроя на дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Скорость продвижения под землей может быть довольно высокой, до 500 метров в месяц. Но метростроители будут продвигаться медленнее, чтобы не навредить окружающим домам. И корпус технического университета, и соседний дом 139 по улице Галактионовской, который построен в 1985 году, и Самарский академический театр оперы и балета находятся на контроле. Если оседание зданий превысит 5 мм, специальные датчики подадут сигнал. В приоритете на всех этапах остается минимизация неудобств для горожан. Сейчас все соответствует нормативным значениям. Кроме того, фундамент старого университетского корпуса метростроители решили укрепить заблаговременно. После завершения строительства первой ветки метро и ввода в эксплуатацию станции театральная, интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Жители смогут гораздо быстрее добираться в исторический центр и обратно, пользуясь подземным общественным транспортом. Хочу сейчас сказать свое мнение, основанное на мнении моих избирателей, которые проживают в 11-м избирательном округе Кирского района, он называется Безымянский. И для жителей моего округа в частности, и вообще для жителей, скажем так, заводских районов, но это очень долгожданное решение, потому что есть разные ситуации. Кто-то работает в другой части города, кто-то хотел бы ездить в театрально-культурную часть нашего города почаще. Есть дети, которые занимаются дополнительным образованием, получают образование среднее, специальное, высшее образование. И приходится добираться, так как город у нас протяженный, приходится добираться с одного края до другого. И, конечно, это очень долгожданное решение. В Самаре наградили победителей 15-го международного кинофестиваля «Соль земли». В этом году он объединил сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран. Глава города Элина Лапушкина поздравила участников и тоже отметила понравившуюся работу. С подробностями Светлана Кудрявцева. Фильмы о красоте и невероятной силе людей, о сохранении памяти и культуре, о малоизвестных страницах истории, о лучшем, что есть в человеке. В Самаре наградили победителей 15-го международного фестиваля «Соль земли». В этом году в адрес фестиваля пришло более 500 работ. Из них жюри отобрали 55 самых ярких документальных картин. 15 лет этот фестиваль живет в нашей губернии. 15 лет мы встречаем замечательных гостей. 15 лет мы смотрим замечательное документальное кино, знакомимся с уникальными судьбами, с историей нашей великой России. В РИО министра культуры Самарской области Ирина Калягина вручила приз губернатора режиссеру Евгению Кокосеву за фильм «Ученик Гиппократа». А награду главы города Елена Лапушкина вручила Никите Сташкевичу, который представил фильм «Квартет». Для меня фестиваль «Соль земли» такое очень значимое мероприятие, потому что действительно представляются работы, которые для многих зрителей открывают интересные факты, открывают новых людей. Как для меня это случилось и в этот раз, в очередной, когда я просматривала конкурсные работы, познакомилась с удивительной женщиной. Я не знала ее до сих пор Нину Громову, потрясающе мудрой, потрясающе красивой, у которой была очень нелегкая судьба, но тем не менее она вышла победителем. Особенно тронул меня фильм «Квартет», фильм о учениках музыкальной школы, который на протяжении долгих лет ведет их педагог, их наставник, который учит их не только музыке, а научит их стойкости и правильное понимание жизни. Жюри определило победителей фестиваля в пяти номинациях. Здесь и сейчас это фильмы, отражающие явления современной жизни. Времена не выбирают киноленты о людях, оставивших заметный след в истории России. Русский собор, фильмы, утверждающие ценности православной культуры, родного языка и традиционного уклада жизни. Каму Гридеши, работы, авторы которых размышляют о сложных и противоречивых явлениях и событиях жизни. Чти отца твоего и матерь твою, фильмы, направленные на укрепление семьи и связи между поколениями. Я думаю, что это не настолько за профессионалист, потому что тут есть мои старшие коллеги, которые снимают гораздо лучше, которые гораздо умнее, чем я. Но в фильме просто затрагивается тема, которая важна для всех нас, вообще для всех, потому что культура не бывает только национальной. Культура – это принадлежит всему миру. Я думаю, что наше дело, дело документалистов – это рассказывать правду, потому что я все еще хочу верить, что правда – это сила. Напомним, что учредителем кинофестиваля выступил Павловский общественный историко-культурный фонд. «Соль земли» традиционно проходит при поддержке правительства Самарской области, администрации, городского округа Самара и клуба почетных граждан Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, «События». 12 показов в Самаре и 9 тысяч зрителей в зале. В Театре оперы и балета при участии Илзельепа, Романа Андрейкина и Детского театра танца «Задумка» представили последний в этом году спектакль «Князь Владимир». После показа спектакля прошла пресс-конференция. На ней подвели итоги реализации масштабного проекта. Подробности далее. Спектакль «Князь Владимир. Самарская страница» поднимает серьезные темы и идеи, заряжает патриотизмом и духовностью. Команда профессионалов поставила перед собой задачу пройти сложнейший путь поиска вместе с главным героем, приблизить себя и зрителей к тем эмоциям и внутренней драме, которые он мог переживать. Сейчас из разных источников мы слышим, как важно, чтобы культура откликалась, чтобы создавались песни, но как важно, чтобы создавались проекты, проекты, которые бы отвечали сегодняшним нашим запросам, чтобы молодежь через творчество преисполнялась верой в победу нашего русского духа, тех задач, которые сейчас решает наша страна. В этом году с личностью великого князя зрители познакомились 12 раз. Почти 10 тысяч человек увидели на сцене легендарный спектакль. Этот мультижанровый проект заслуживает, действительно, Ильза об этом говорит, особого внимания. Мне бы хотелось, чтобы эта совместная работа по его показу и представлению самарской публики, уже разновозрастной публики, мне хотелось бы на этом сделать особый акцент, она была продолжена. На коллектив «Задумка» выбор пал не случайно. За свою 49-летнюю историю он получил множество наград самых престижных международных и всероссийских конкурсов. По словам руководителя, юным артистам совместная работа с профессионалами идет на пользу. Определенно есть чему поучиться. Для нашего театра это огромный такой, знаете, шаг на ступеньку вверх, потому что, во-первых, работа с такими высокими профессионалами. Они учатся профессиональному отношению к своему делу, к труду. Они видят, как они каждый спектакль работают, как они каждый спектакль выкладываются, как они каждый спектакль частичку своей души, свое сердце оставляют на сцене. То, что произошло на сцене, мы с вами все видели, это был не просто праздник, это было единение души, то, что происходило на сцене, то, что происходило внутри каждого человека, сидящего в зале. За плодотворную работу актеров спектакля и тех, кто принимал активное участие в его подготовке, наградили благодарственными письмами от администрации города. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самаре состоялся галоконцерт. Финальное событие обучающего интенсива от педагогов музыкальной академии Ларисы Долиной. На сцене выступили студенты Самарского института культуры, педагоги и наставники. В академии Долиной обучаются 16 студентов из Самарской области. Их лучшие номера увидела Светлана Кудрявцева. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you say once again? Студенты Самарского государственного института культуры и наставники музыкальной академии Ларисы Долиной на одной сцене. Год назад народная артистка России собрала команду педагогов и создала академию, чтобы готовить востребованных, встроенных в профессиональную среду музыкантов. Самарский институт культуры стал первым пилотом, с которым академия подписала соглашение о сотрудничестве в мае этого года. Лучшие номера, поставленные за несколько месяцев обучения, зрители увидели в дирижабле на гала-концерте, который провела сама Лариса Долина. Это, мне кажется, очень красивая и правильная история. Я очень рада, что это произошло. Я счастлива, что первым городом, с которым мы подписали контракт, стал город Самара, потому что Самара необыкновенно музыкальный город, в котором есть какие-то определенные музыкальные традиции, и они поддерживаются. Народная артистка поблагодарила главу города Елену Лапушкину и всю управленческую команду за поддержку проекта и за то внимание, которое Самара уделяет сфере искусства и подготовке профессиональных музыкантов. В академии Ларисы Долиной обучаются 16 студентов из Самарской области, в том числе Юлия Алимкулова, студентка третьего курса Самарского института культуры. Я никогда бы не подумала, что я буду выступать на одной сцене с Ларисой Александровной, с Эдерией Джузеповной и со всеми педагогами. Это очень большой шанс показать себя. Я безумно рада, что попала именно в эту академию, и что так все случилось, так сложились карты, если можно так сказать. К шоу готовились с сентября. Со студентами работали наставники музыкальной академии Этери Бериашвили, Маргарита Пазаян, Юлия Шигай. С джаз-бендом своими знаниями и опытом делился тромбонист Сергей Долженков. На сцене прозвучали джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Также студенты исполнили самые яркие и известные композиции Майкла Джексона, Стиви Ландера, группы Битлз. Студентов поддержали и педагоги Самарского государственного института культуры, которые тоже выходили на сцену. Перед концертом наставники академии Ларисы Долиной провели пятидневный интенсив, а сама народная артистка дала мастер-класс музыкальным педагогам, которые съехались в Самару из разных регионов страны. На гала-концерте всем им вручили сертификаты, а в завершении вечера несколько хитов исполнила и сама Лариса Долина. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Еще один героический камбэк открыли в Советов. В среду самарская команда провела предпоследний матч группового этапа Кубка России по футболу. Подопечные Игоря Осенькина сумели вырвать победу у столичного Спартака, который планировал оформить досрочный выход в плей-офф, но волжане с таким раскладом были категорически не согласны. Анатолий Головко наблюдал за поединком с трибун стадиона, окутанного густым осенним туманом. СПАРТАК В итоге Крылья и Спартак ушли на перерыв при ничейном счете. 0-0. Все основные события случились во втором отрезке игры. На 56-й минуте экс-защитник Самарцев Чернов вывел красно-белых вперед. Никита после розыгрыша у Голового отправил мяч в сетку ударом головой. 0-1. На 73-й минуте подопечные Игоря Осенькина вернулись в игру. Бейл оказался в штрафной противника с мячом и отдал ювелирную передачу Коваленко. Александр пробил со средней дистанции и восстановил равновесие. 1-1. Не успели болельщики опомниться, как Крылья Советов вышли вперед. Уже через несколько секунд Сергей Пеняев подкараулил защитников Спартака, перехватил мяч и расстрелял Максименко с близкого расстояния. 2-1. Через мгновение от густого тумана не осталось и следа, но это не помогло подопечным Гильермо Абаскаля. Напротив, москвичи могли пропустить еще, вот только нападающие Волжан каждый раз прощали соперника. Как итог, волевая победа Крыльев Советов и второе место в группе смерти перед заключительным матчем. Автор первого гола Александр Коваленко уже думает о поединке с воронежским факелом, ведь победа в этой встрече гарантирует самарцам выход в следующий раунд Кубка России. Главная игра сезона, финал, так сказать. Поэтому завтра, думаю, восстановительные процедуры будут, уже все будут в хорошей готовности против факела и все. Сергей Бабкин, вышедший на поле вместо травмированного Дениса Якубы, в первом тайме хорошо вписался в игру. Вместе с партнерами молодой полузащитник заставил москвичей прижиматься к своим воротам. У нас и в целом, я думаю, командный менталитет такой, что мы стараемся играть первым номером. Уже в это воскресенье, 27 ноября, Крылья Советов проведут последний матч в этом календарном году. Подопечные Игоря Осенькина померятся силами с воронежским факелом. Поединок пройдет в Самаре, а стартовый свисток прозвучит в 17.00. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»